Молодой, но всемирно известный победитель 16-го международного конкурса имени Чайковского скрипач Сергей Дагадин дал единственный концерт в Хабаровске. Наш корреспондент Надежда Курилина побывала на репетиции и узнала ответ на вопрос, почему солист не привез в Хабаровск свою легендарную скрипку. Кроме вполне ожидаемого концерта для скрипки с оркестром Чайковского, в программу выступления известного солиста с дальневосточным симфоническим вошла сюита времена года «Манхэттен» нашего современника, мальтийского композитора Алексея Шора. Сергея Дагадина как победителя многочисленных престижных конкурсов удостоили права играть на музыкальном инструменте с историей. В его арсенале уже были скрипки, принадлежащие Николу Паганини и Оганну Штраусу. Сейчас у него не менее легендарный экземпляр, однако российские поклонники классической музыки его звучание в ближайшее время не услышат. Это скрипка итальянского мастера Доминика Монтаньяна 1721 года. То есть вот 300 лет отмечаем в этом году. Но, к сожалению, в Россию сейчас очень сложно въезжать с этими инструментами, потому что российский гражданин не имеет права ввозить струнные инструменты, принадлежащие иностранным фондам. Сергей Дагадин уже второй приглашенный в филармонию солист в этом году. Пока в руководстве далеко идущих планов не строят. Но гордятся тем, что уже начали гастролировать сами. Пока в пределах края. Дальний Восток впервые за год выехал в поселок Мухен. Один из дальненных поселков нашего края, Лазовский район, поселок Мухен, где дали концерт, но на 50%. Зал мы называем был аншлаг, то есть 50%. И артисты довольны, они соскучились по своему делу, по своей профессии. Ну а на ближайшее время в краевой филармонии запланирован танго-оркестр к столетию знаменитого Астера Пьецолы. Надежда Курилина, Максим Корних, Вести Хабаровск.